Всем привет дорогие друзья, с вами команда DTOL и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике будет именно ваш состав. Играем за составы наших подписчиков. И конечно же мы играем на нашем топовом аккаунте сотового уровня с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи, они полностью прокачаны и все платиновые. Ребята, кто хочет такой же мощный прокачанный аккаунт, сотовый уровень, кучу баксов, фунтагена, любого персонажа и конечно подписочку Додзе, ссылочка будет на нашего подписчика в описании, пишите ему обязательно. Кто хочет прокачать аккаунт, говорите, что от команды Дитал вам будет бонус. Количество бонусов, естественно, ограничено, так что успейте его получить. Ссылка в описании, пишите и играйте на максимум, так же как и мы. Ну а мы погнали в турнирную арену в Лигу Мустерков. Команды Дитал, как всегда, на первом месте и сейчас мы готовы взять первый состав от нашего подписчика. Так, а первый составчик у нас от Ники Дики. Я подписался, лайк поставил, поделился, колокольчик нажал. Ой, как круто все. Так, и мой состав. Рав, черепашки видения и сплинтар. Че, ну это много, слишком. Это очень много. Давай давай первый, который из видения будет, который там попадать с тех войны. Ну давай посмотрим, да, кто у нас там из видения. Там Лео, Рав, кажется, да. Вот лево, мне кажется, да, берем его. И он Рав, отлично. Все, поехали. Вот такой вот составчик. Ребята, кто хочет попасть в видео, обязательно поделитесь этим видосиком со своими друзьями в соцсетях, кнопочка поделиться прямо под видео есть. Нажмите лайк и напишите три персонажа в столбе в комментариях. И, а лучше, три загадочки по персонажам. Будем их разгадывать уже в следующем видео, потому что вы в него попадете. Все просто. Так, ну что, давай Шреддер атаковать хорошей вот этой вот стрелой. Да, стрела хорошая, но очень слабенькая. Ребята, я думаю, что Сенсей может быть хорошенечко своим скрытым мечом вот так вот его ударит и победит, конечно же. Давай на атаку активируем, давай. Вот вторую способность. Ну, давай, да, по этому нашему другу, давай, заюзаем. Я просто думал, по кому бы лучше ударить. И, кстати говоря, 6000 крит, нехило так. Еще плюс двойная атака. Ладно, смотри, все равно запас здоровья у него огромный. Только половину, чуть больше половины снесли. Ну, смотри, как контратака хорошо работает у нас. Прямо-таки. Всех ЛС Рафику или там Майки. Кто там? Да, Майки отняли. Так, смотри, у нас здесь уклонение повесил Донни и теперь Роксиди мчится в боях, как всегда. Зачем Сенсей это атаковать, не пойму. Слушай, ну они его практически добили. Их план почти сработал. Получитажение. Получитажение, получитажение Сенсей. Роксиди кролика. Ух, как мощно было. Я не знаю, что он сделал, но прям мощняцкий. Ну давай, Роксиди добьем. Я думаю, мы сможем. Я думаю, да. Не смогли. Не смогли, к сожалению. Прям хотелось бы добить. Ну вот мощная атака от Рафа и проходит пустую. Видишь, двойную мы пропускаем. И здесь у нас, конечно же, снятие дебафов, иммунитета, но... Ну нечего снимать. Нечего снимать, но зато иммунитет повесил. Хотя у нас и персонаж-то особо еще не вешает. Ну да, вот смотри. Кстати, уклонение чуть-чуть сработало. Да зачем вы по Сенсею все бьете? Они все погибли от рук Сенсея, мне кажется, практически. Никак они не угомонятся, но и перерав, возможно, поставит точку в этой битве. Да, мимо промахивается, кстати говоря. Плохо очень, но Сенсей добивает. Я не знаю, зачем они это делают, ребята, но мы победили. Вот такой был интересный у нас составчик. И идем дальше. У нас следующий состав от Киллер К. Я поставил, подписался и нажал на колокольчик. И никогда не было у вас видео. Мой состав загадка. Папа-черепашек-ни-я. Папа-черепашек-ни-я. Это же Сенсей, великий Сенсей наш учитель. Да, Сенсей берем. Зайд-самурай и мутирующий брат Сплинтера. Брат Сплинтера? Брат Сплинтера. А, ну это супершреддер, типа. Ну, типа, получается так, мутирующий, да. Это вот такой мощный состав, ребята. Я вечно... Ребята нам пишут эти загадки крутые, ребята. Пишите обязательно. Чтобы попасть в видео, нужно поделиться видосиком. Поставить лайк и написать вот как раз загадочку. Либо в трех персонажах, столбик, комментариях. И все, и попадете в видосик. Так что все ези. Только обязательно поделитесь. Смотри, у нас здесь есть голубит всех победит. И давай мощную вот эту вторую атаку от нашего Усаги Зимба проведем. Да, мощную атаку. Я думаю, что, ух, практически с первого раза Усаги справился с нашим голубим битером. Но зато он активировал способность, при которой он приходит на помощь своим союзникам. Да, да, да. Вот это вот месть за своего друга, получается. И кого бы нам лучше атаковать? Я даже не знаю. Не знаю. У розового лечения есть? Не-не, у этого нету, поэтому... Ну давай Рокстади тогда. Давай Рокстади, да, он здоровый такой. И по нему повышенная атака. О, 11 тысяч кредит. Вот это сенсей дал. Слушай, мне сенсей такого не видел вообще уже давно, мне кажется. Да, я тоже давненько не видел на самом теле. 11 тысяч кредит. Это ничего себе сенсей залетел. Вот этот дал так дал, соточку прям выбил. Так, и что у нас здесь? Контратака, конечно же. Вот так вот. Лови, дружище. 256. И двойная атака активировалась у нас у Усаги. Давай ее проверять. Да что-то какой-то зверткий дамаг у нас постоянно проходит. Давай... Ой, там двойная была атака, я что-то ее не заметил. Ну ладно, когти тоже неплохо. Такое ощущение, что мы не против 80 уровня сражаемся, а против какого-то более слабого. Ну да, такое ощущение, что прям они совсем незащищенные. Какие-то слабенькие противники. Смотри, я яничку всего лишь дал массовой атакой. Это как так? Он даже без защиты был. Не знаю. Так, и теперь Бим у нас кушает его Корн. И что? Атака что-то повысила иммунитет? Да вот я не знаю, сейчас мы ему массово от Усаги зарядим прям со всей силы. И все, и мне кажется ему хана. 6500. Ну конечно, 6400 и походил Супершедр его добьет. Конечно, вот этими когтищами своими здоровыми вот так вот на 7000 крит. И ребята, следующий составчик идеальный. Крутая победа, классные составы. А мы сейчас с вами возьмем следующего. Так, а это у нас... Так, и тоже счастливчик. Так, это у нас будет Фликси 1. Фликси, тебе лайк и сердечко, конечно же. И у нас в составе получается... Загадочка, да, загадка. А можно в ролик. Все сделал, подписался, лайк поставил, поделился. И так. Крокодил, заяц, акула, крыса большая. А, нет, подожди. В принципе, все понятно. Не-не-не-не-не-не. Акула, крыса большая. Вот, смотри. Здесь еще и по-другому. Здесь крокодил, заяц, потом акула, крыса и большая черепаха. Так, еще раз, крокодил, заяц, ну окей. Ну, крокодил есть. А крыса есть, получается. Да. И большая черепаха. И большая черепаха. Слэш. Ну, тут есть еще и акула, да. Где-то расхождение. Я так понимаю, что здесь четыре персонажа. Мне кажется, он пять персонажей все-таки написал. Еще Армагона и... А, ну да, крокодил, заяц, акула, крыса и большая черепаха. Да, пять. Да, пять персонажей, но мы взяли вот именно этих. Так что погнали в бой. Да, почему-то взяли вот так вот. Ребята, не забывайте, что в видосик попасть, нужно поделиться. Конечно же, лайк поставить и написать. Три персонажа в столбе в комментариях, а лучше три загадки. Так. И что у нас? Рокстеди, здесь Хиллер. Во, Эйпл, что ж ты, Эйпл? Ну, конечно, Эйпл нужно первую хватить, прям хорошая атака. От Сенсей, давай на 11 тысяч еще раз выдать 6. Да, ребята, вот так вот слабоватенько немножечко, но 11 тысяч не дал Сенсей. Вот, один разочек у него получилось, но контр-атака. Опечка полетела. Да. И теперь мощную атаку, и хотя может даже обычный, мне кажется. Ну, давай обычный, да. Бам, вот, вообще шикарно, на 4 тысячи прям залетел дамаг. Очень круто. Сенсей еще даже в невидимость не успел уйти, а уже в ответ получает от Сенсея. Да, очень сильно. Я не знаю, почему они, почему они постоянно Сенсей так атакуют. Что с ними не так? Что они делают? В этот раз, надеюсь, он выживет. Ну, кто, он должен выжить в любом случае, потому что он очень мощно атакует, контр-атакует. Никто не успеет его убить. Так, Ваня и Сиранке сейчас достанется, думаю, обычной атакой просто... Давай просто обычной, да. Не будем на него кувалду тратить свою. И добиваем. Смотри, очень... Прикадил, и все, остался только Майки. Мне кажется, одна из самых быстрых каток за последнее время. Да, мы тогда возьмем еще один составчик от нашего подписчика. Так, 3 800 и добиваем. Отлично. Так, и у нас следующий составчик, ребята. Видите, вот так вот быстро мы сегодня зафайтились. Так, Влад Башманов. Лайк и сердечко. Спрашивают, я попал в видос? Попал, дружище, попал. Попал, попал. Мутант, глава фут. Глава клана фут. Да, есть такой. Супер шредер, что ли? Да, глава клана фут. И глава клана фут оригинальный. Ну, короче, 3 шредера у нас. Вот такой вот интересный расклад. Я прям сразу не понял, что за... У нас заглавы такие. Но вот они все здесь. Где-то еще у нас здесь обычный был. Ну-ка, шердрочек. Где-то у нас. Вот он. И погнали в бой. Ребята, вы знаете, что нужно сделать, да? Поделиться, подписаться. Лайк поставить. И, конечно же, написать свои составчики в комментариях. Все изи. Так, ну что, давай все-таки начнем с майки вот этого классического. Давай. Веерочек мы запустим. Всегда классический первый атакует. У него прям, оп, скорость хорошая. 5500 слабовато, но неплохо. Добиваем. Смотри у нас. И обычный шредер себя добьет. Да? Да, слаженная команда. На верхней ищи. Карпошки можно по кролл-ботам заряжать. Один подбил, другой добил. Все отлично. Так. 4400 и двойная атака. Или нет? А, кролл-бот на нас. Да, кролл-ботище. Огромный неповторимый кролл-бот, ребята. И все равно как-то не страшно совсем. Совсем не страшно. Так. И теперь клан Фотуса запускает нас Леонардо. Ну, вернее, ух, ты видишь, что-то очень хорошо попал. Да, очень хорошенечко. Нам это может быть не на руку совсем. Что-то шредеры проигрывают. Минус шредера в том, что у них маленький запас здоровья все-таки. Ну, вот кроме, наверное, все-таки супер шредера. Потому что он как-то по боды и держится всех остальных всегда. Так, полежишь меня? Ну, что, добиваем, да, все-таки? На всякий случай полежишь меня, потому что что-то я боюсь, что он обычно не добьет. А кроликов все-таки не хочется терпеть. Может, не справиться с этой задачей. Давай майки, о, не майки, а Лео такова. Ну, давай, Лео, у него, правда, здесь постепенный хил. Ну, ладно. Так. Опа. 2 800. Да, Дони, Дони теперь живется в бой, атакует. Ну, Дони у нас не так сильно атакует, тем более промахивает. Масл даже. Постепенный хил все-таки есть. Так, Сенсей у нас тоже проводит атаку. И что делает? Снимает дебафы, что ли? Ну, да. Ну, не знаю. Ну, прикольно. Он положительный паф тоже снимал. Он еще и подлечил, кстати говоря. Так я же говорю, у него постепенный хил. Нет, видишь, все подлечились. А, все подлечились. И Дони, да, все подлечились. Так что... Ну, давай Лео еще раз. Лео атаковать. Давай попробуем. Четыре двести крит. И здесь, может быть, мы как-нибудь так тройным усилием его поддушим. Ну, давай, давай. А, кстати, блокировка и исцеление. Да. Тфи 888. И Донателло рвется в бой, защитную себя вешает. А Сенсей все так и норовит уничтожить нашего классического Шредера. Ну, мы ему не дадим. Мы сейчас кританем здесь, смотри. Еще и повесили дебафики. Да. И, скорее всего... Нет, спинерона еще не добьют. Но вот после удара Супер Шредера... Ну, а что ж такое-то, ну... Блин, этот промахнулся тоже. И по второму кругу, смотри, пошли. Жесть, просто жесть. Три подряд, ребята. Клан Фудовцы рвутся в бой. А что Сенсей, кстати, не атаковал? Сенсей где-то там уснул, мне кажется. А вот он начал атаковать. Он на контратаке сейчас будет атаковать всех подряд. Ну, давай, Сенсей. Эх, пока-пока. Ну, классный бой был, ребята. Не забывайте ставить лайки, подписываться и делиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. С вами была команда ДиТо. До новых встреч в новых видео. Пока. Пока.